В Астане 20.00 вы смотрите новости на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Здравствуйте. В Астане 20.00 вы смотрите новости. Сегодня позвонил родителям Дениса Тена и лично выразил свои искренние соболезнования. Об этом в интервью редакции Казинформ сообщил пресс-секретарь главы государства Айдос Укибай. Он отметил, что президент страны с глубокой спойкой и большим сожалению воспринял известие о трагической гибели фигуриста. Глава государства сказал, что безвременный уход из жизни Дениса – это огромная невосполнимая потеря как для родных и близких, так и для всей страны. Высказав слова поддержки и сочувствия родителям фигуристам, президент Казахстана заверил их, что виновные в совершении этого преступления будут привлечены к ответственности. Накануне семье Дениса Тена была направлена телеграмма со словами поддержки от Нурсултана Назарбаева. Посол Кореи в Казахстане Ким Дэ Сик выразил соболезнование в связи с трагической гибелью фигуриста Дениса Тена. Смерть Дениса – огромная потеря как для всего Казахстана, так и для корейцев Казахстана. О его уходе из жизни скорбит и весь народ его исторической родине, говорится в письме. Почти ли память о Денисе Тене? В Вашингтоне у ступеней нашего посольства в Соединенных Штатах возложили цветы и зажгли свечи. С 2010 года казахстанский фигурист стал подопечным заслуженного американского тренера Фрэнка Кэрролом. Спортсмен переехал в Калифорнию и тренировался в Лос-Анджелесе. У Дениса множество американских фанатов и коллег по льду. Собравшиеся отмечают, для него было честью представлять на соревнованиях свою родину – Казахстан. Для нас сегодня очень тяжелый день. Мы потеряли человека, дорогого для всех нас, для нашего народа, для нашей страны. И мы очень сожалеем об этой утрате. И хотелось бы пожелать терпения близким и родным. Просто нет слов, просто нечего сказать. Утрата для всего Казахстана. В Актау на ледовом катке почтили память Дениса Тена. Люди несли цветы к портрету погибшего спортсмена. На акцию «Скорби» приходили целыми семьями. Не остались в стороне и юные фигуристы. Они также отдали дань памяти именитому спортсмену, прославившему Казахстан на Олимпийских играх. Конечно, это утрата, не знаю, действительно, как пишут, для всей страны, и не только для родителей. Вообще мы даже не представляем, что с его родителем сейчас творится. Родители все вложили с детства для него, да, жили для него. И такая нелепая действительно смерть. Честно говоря, мы плакали. Это вообще печаль, конечно, была для нас, и девчонки тоже. Слов нет просто. В октябре в эти минуты проходит вечер памяти Дениса Тена. В Центральном парке собрались ветераны, именитые спортсмены, молодежь и многие другие жители города. Горожанам присоединилась моя коллега Елена Устимович. Мне сообщают, что у нас возникли некоторые технические сложности со связью, но думаю, что мы свяжемся с Еленой позднее и узнаем, как в октябре почитают память спортсмена. Память Дениса Тена сегодня почтили на юге страны. Тысячи неравнодушных собрались в Ледовом дворце Шимкента. Они возложили цветы к портрету молодого и талантливого спортсмена, чья жизнь неожиданно оборвалась в самом расцвете жизни, и зажгли свечи в память о нем. Среди тех, кто пришел отдать дань уважения, юные фигуристы. Для них Денис был настоящим кумиром, человеком, на которого они хотели быть похожим и на кого равнялись. Пришли и те, кто был лично знаком, представители корейского этнокультурного объединения и просто неравнодушные, которые решили разделить общую боль от утраты, вспомнить его победы и успехи, и просто минутой молчания почтить его светлую память. Он мой лучший кумир. Я гордился им, смотрел Олимпиаду, гордился, думал, что он выиграет. Всегда горжусь им, будет в моем сердце всегда он. Я хочу сказать, что Денис Тен за 25 лет своей жизни короткой, он не только прославил себя, как личность сделал, он прославил наш Казахстан, суверенный, современный Казахстан. И имя его, конечно же, золотыми буквами пишется в истории современного Казахстана. Но я хочу сказать большее. Это огромный труд стать чемпионом, быть чемпионом мира. И ведь он всю свою жизнь, вот сознательную такую, вот именно он любил свою родину, Казахстан. У него были такие прекрасные планы. И он так тепло говорил. Он как раз уезжал в Америку пожить, чтобы тренироваться. И хочу сказать, очень скромный, очень начитанный, очень грамотный, образованный, культурный. Ну, наверное, всех эпитетов хороших не хватит, чтобы сказать о нем. В американском штате Миссури затонула лодка-амфибия. По последним данным, в результате инцидента погибли 11 человек. Еще семерых с различными травмами доставили в госпиталь. Трагедия произошла на озере Тейбл-Рок. В момент крушения на борту судна находился 31 пассажир, в том числе дети. Пять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. На месте продолжается поисковая операция. В настоящее время власти выясняют все подробности трагедии. По предварительным данным, причиной ЧП стали плохие погодные условия. Экс-президент Южной Кореи Пак Кэнхе, которая уже отбывает 24-летний срок в тюрьме, получила еще 8 лет заключения. Окружной суд Сеула признал ее виновной в растрате госсредств и вмешательстве в деятельность партии. Также экс-главу государства приговорили к штрафу в размере почти 3 миллионов долларов. Сама Пак Кэнхе на этом заседании суда, как и всех прошлых, не присутствовала. Бывший президент бойкотирует их, называя политически мотивированными и несправедливыми. Скандал вокруг Пак Кэнхе разгорелся осенью 2016 года. Тогда в прессе появились сообщения о финансовых махинациях с участием подруги президента Чхве Сунсиль. Пак Кэнхе была вовлечена в коррупционные схемы или как минимум находилась в курсе происходящего, утверждало следствие. В 2017 году ее арестовали и предъявили обвинения под 18 пунктом. 700 чиновников Казахстана изобличили в коррупции только с начала этого года. О такой неутешительной статистике рассказал глава профильного ведомства Алик Шпикбаев на расширенном заседании коллегии. По его словам, системные факты с участием высокопоставленных лиц вскрыты практически во всех сферах. Только за прошедшие полгода изобличены 18 руководителей республиканского, 95 областного, 101 городского и районного звеньев. Среди них вице-министры энергетики, ответственный секретарь МИДа, председатель и заместитель председателя комитетов Минсельхоза, топ-менеджеры национальных компаний, руководители правоохранительных органов, а также судьи различных уровней. Сегодня нами предусмотрены подходы к оценке результатов работы территориальных департаментов в сфере превенции коррупции. Мы сместили и отметили с процессов на достижение конкретных результатов. Нам важно, сколько людей мы смогли защитить от негативного воздействия коррупционных проявлений, разрушая при этом наработанные преступные схемы. В Астане с начала года около 200 государственных служащих нарушили нормы этического кодекса. Об этом сообщили в ходе расширенного заседания коллегии Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Специалисты отмечают, что по сравнению с 2015 годом число подтвержденных нарушений уменьшилось в среднем на 40%. Ровно настолько же за год возросло количество жалоб со стороны людей. Среди них есть и обращения коллег, как в случае с руководителем одного из районных отделов культуры Акмолинской области. Данное поведение недопустимо для густующих. Здесь не только идет, так скажем, нитичное поведение, здесь идет прямое оскорбление и человеческое достоинство своего подчиненного. Мы сегодня таким правонарушением относимся крайне нетепимо. Поэтому и совет по этике, я считаю, правильное решение принял, когда принял решение об увольнении. Мы возвращаемся к главной теме этих дней. В октябре в эти минуты проходит вечер памяти Дениса Тена. В Центральном парке собрались ветераны, именитые спортсмены, молодежь и многие другие жители города. К горожанам присоединилась и моя коллега Елена Устимович. Она прямо сейчас с нами находится на прямой связи. Елена, добрый вечер. Что происходит в парке? Расскажите. Не укладывается никак. Добрый вечер, Иван. Атмосфера глубочайшей скорби. Он смотрит сегодня не только в Центральном парке, но и во всем городе. На прощальный вечер собралась молодежь, представители общественности региона и другие горожане. Здесь люди разных возрастов и профессий, но все они хорошо знали и следили за успехами выдающегося фигуриста. Актюбинцы нецут цветы, фотографии и вспоминают Олимпиаду в Сочи, где Денис завоевал третье место в фигурном катании на коньках среди мужчин. Бронзовая медаль ТЭНа тогда стала единственной медалью казахстанской сборной на сочинских Олимпийских играх. И первой олимпийской наградой, завоеванной в фигурном катании за всю историю независимого Казахстана. На вечер памяти пришли много спортсменов. Они хорошо знают цену достижений, которых так непросто добиться в спорте. Чтобы, несмотря на травмы и боль, доказать всему миру, что твоя страна лучшая. Рядом со мной многократный чемпион мира по гиревому спорту Евгений Гончаров. Евгений, скажите, следили ли вы за спортивной карьерой Дениса? Вы знаете, в 2006 году мы приехали с чемпиата мира. И как раз-таки Денис выиграл свой первый чемпионат Казахстана. Тогда он был совсем юным, 12 лет. Я не знал его тогда, но тренер обратил внимание, говорит, все равно говорит, это будущая звезда, это будущий бриллиант. Я после этого начал на ним смотреть, поскольку малыш, и поэтому чемпионат Казахстана, да, вот он выиграл среди взрослых и так далее. И потом мы начали следить за ним, смотреть и сами видеть, в кого он превратился. Это на самом деле бриллиант нашей страны. И я не знаю передать этих чувств, я на самом деле не верил. Сперва была новость, то, что его пырнули ножом, и через какое-то время, то есть буквально полчаса уже, это смерть. Невероятные чувства. Мы, знаете, понимая его как спортсмен, мы понимаем, что он всю жизнь провел. В сборах, в тренировках, это травма, это боль. Это непрекращающиеся просто часы тренировок. И мы все понимаем цену этих медалей. По сути, он ничего не видел, он кроме спортивной жизни. И мы понимаем, какой-то ценой все достается ему. И мы скорбим, поскольку переживаем за каждого чемпиона, поскольку сами прошли через все это. И, я не знаю, невероятная боль. И то, что он, он единственный же такой, он лучший. И, я не знаю, честно, перед эти чувства просто нереальные, невозможные. Мы вот второй день в такой прострации находимся. Просто чувства, они, ну, реальные, необъяснимые. Это сын нашего народа, то есть он сын нашей земли. Он сделал невозможное. Он стал первым медалистом чемпионата мира, первым призером в фигурном катании. Скорбь, боль. Весь мир, не то, что активность, не то, что Казахстан. Он, на самом деле, весь мир, такие чувства переживает сейчас. Это невосполнимая утрата. Я не знаю, может быть, как говорится, все мы перерождаемся. И он переродится в нового чемпиона. Но когда и что, сейчас это большая потеря для нас. Спасибо. Спасибо большое, Евгений. Мне сложно что-либо добавить к уже сказанному. Отмечу лишь, что талантливого фигуриста любили и им гордились не только в Казахстане, но и далеко за пределами страны. На этом у меня все. И вам. Спасибо. Елена Устимович передавала из Октубе. Там проходит вечер памяти Дениса Тена. А тем временем вся страна обсуждает как ход раскрытия дела по убийству Дениса Тена, так и детали попытки его спасения. Хронику сегодняшнего дня восстановил Асхат Ниязов. Сегодняшний информационный день начался с событий, которого ждали со вчерашнего дня. Прокуратура созвала брифинг, на котором объявила о задержании первоподозреваемого в убийстве чемпиона. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, проверкой показаний очевидцев и изучением записей камер наружного наблюдения на месте происшествия и прилегающей территории удалось установить личности подозреваемых. Задержан Киасов Нурлый Долгитбекович, 1994 года рождения, уроженец Жамбулской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания. И он водворен в изолятор временного содержания. Затем в сети появилось видео, на котором видно, как задержанного в окружении полицейских и людей в масках с автоматами привели на место преступления для дачи показаний. Прохожие, понятное дело, не могли пройти мимо этого. Вот прямая съемка. Задержанно, скрывает свое лицо. В Астане в это же время журналисты спрашивали вице-министра здравоохранения, почему Дениса после ранения не отвезли в ближайшую больницу, а в ту, которую ехать значительно дальше, теряя при этом драгоценное время. Во-первых, бригада скорой помощи руководствуется приказом управления здравоохранения, согласно которой экстренная хирургическая помощь оказывается в центральной городской клинической больнице. Приказ министерства здравоохранения есть о необходимости доставки в ближайшую клинику. Бригада расценила, что ближайшая клиника, которая будет готова оказать полный объем медицинской помощи, будет центральная городская клиническая больница. Тем временем в Алматы к дому, где жил Денис Тен, приехал министр культуры и спорта Аристамбек Мухамедиулы, как выяснилось, по особому поручению. Я секрет не могу скрыть, вот буквально почему я спешил, глава государства, Нурсан Айбшир сам позвонил его родителям и попросил меня, чтобы я соединил их. Это, конечно, было очень трогательно, что и глава государства к ним относится и бережно, с любовью, и всегда интересовался. Однако не совсем того министра ожидало увидеть сегодня общественность всей страны в Алматы. Все ждали комментария министра внутренних дел, но к этому часу пока перед прессой держали ответ только представители ДВД. Хочется отметить действительно проблему краж зеркал на территории города Алматы. Как я до этого говорил, у нас в данном направлении работа ведется по лицам, которые скупают похищенные зеркала. С начала года привлечено 15 лиц к ответственности за скупку краденого чужого имущества, именно зеркал. Также в этом направлении, как я до этого говорил, работа проводится. Каждому зеркалу, к примеру, мы сотрудника полиции представить не можем, но в данном направлении работа проводится. На будущее, если вы столкнулись с такими моментами, что застали преступника в момент совершения преступления, не нужно его провоцировать на какие-то агрессивные действия. Тем более, в момент совершения преступления преступник испытывает адреналин и готов на многое, чтобы избежать уголовной ответственности. Весь день страна сегодня жила Денисом, хоть и самого Дениса в живых уже нет. В социальных сетях и вовсе фотографии и посты про Дениса застилают все остальное. У правоохранителя сейчас есть конкретный приказ найти всех причастных к убийству нашего фигуриста. Однако Дениса это, конечно же, не вернет. Но еще возможно остановить другие трагедии. Асхат Нязов, Сабина Таргаева и Аршин Кемельжан. Хабар, 24. Астана, Алматы. И вот буквально только что поступила информация о задержании второго подозреваемого в деле об убийстве Дениса Тена, 24-летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кармакшинского района Козлардинской области. Мы следим за ситуацией и расскажем подробности в следующем выпуске новостей. С официальной информацией выступают полицейские Алматы. В данный момент проходит брифинг или состоится в ближайшее время. К эфиру прямо сейчас по телефону присоединяется мой коллега, корреспондент Владимир Бовкис. Он расскажет все подробности. Владимир, вы на связи? Владимир? Владимир, слышите ли вы меня? Видимо, какие-то технические сложности. Да, мы, думаю, что сообщим о том, как проходит брифинг по теме второго задержанного чуть позднее. Мы продолжаем выпуск. Другие события. Среднюю стоимость юридических услуг планируют определить в Казахстане к концу года. Об этом сообщил заместитель министра юстиции на брифинге в службе центральных коммуникаций. Он отметил, цена будет носить рекомендательный характер. Ее определят в результате анализа стоимости услуг по всем регионам страны. Это нововведение предусмотрено в рамках закона проекта об адвокатской деятельности и юридической помощи. Закон регламентирует деятельность юридических консультантов и адвокатов, а также направлен на получение квалифицированной помощи и обеспечение к ней бесплатного доступа социально уязвимых слоев населения. Как сообщил спикер, за последние годы в Казахстане было выдано порядка 12 тысяч адвокатских лицензий. Также внедрен новый вид юридической услуги – комплексная социально-юридическая помощь. Закон вступит в силу 22 июля. Хотелось бы сразу отметить, что она будет осуществляться строго на добровольной основе и предусматривает возможность гражданам, которые оказались в сложной материально-финансовой ситуации, у которых нет средств на оплату юристу или адвокату, получить эту юридическую помощь бесплатно. Причем, оговаривается, это не просто консультация, это именно полное сопровождение юридической ситуации с момента обращения гражданина до полного разрешения этой ситуации. Очередь на границе с Россией образовалась в Костанайской области. На участке транзитной магистрали в районе пункта пропуска Кайрак простаивают десятки грузовых автомобилей. По официальным данным, только за предыдущий месяц проходящий там транспортный поток увеличился на 40%. Но это не единственная причина возникновения длинной очереди на границе. Мои коллеги продолжат тему. Километровые очереди в районе пограничного поста Кайрак – обычное явление. Многие грузовики везут в Россию из Южного Казахстана овощи, фрукты и другие продукты питания. По словам водителей, простаивают в очереди они по 7-8 часов. Водитель большегрузного автомобиля Вадим Шурыгин пересекает границу с Россией на этом участке в неделю по 2-3 раза. Мужчина сетует, очередь есть всегда и она не зависит от времени суток. Вот 16 часов простояли, вот ночью. Мы за ночь один раз продвижка была и все. Больше не было. И стояли всю ночь на одном месте. По официальным данным, проходящие через Кайрак транспортные и пассажирские потоки постоянно увеличиваются. Только за предыдущий месяц рост составил 40%. Но это не единственная причина возникновения длинной очереди на границе. Одна автомашина проходит наш пункт пропуска в течение 5-10 минут. Это с учетом транспортного контроля и досмотра машины. За сутки мы можем пропускать до 2000 автомобилей. К сожалению, сейчас держать пропускную способность на этом уровне не получается. Из-за реконструкции дороги на территории России мы вынуждены придерживать транспортный поток. Основные дорожные работы начались в апреле. Реконструкцию проводят с обеих сторон пункта пропуска Бугристая. Подъезд к пункту Бугристая будет выполнен из пяти полос движения. Каждая полоса движения будет отведена для определенного вида транспорта. Крайняя левая для легкового транспорта шириной 3,75. Средняя полоса 3,75 шириной для автобусного движения. Крайняя правая полоса шириной 4 метра для грузового транспорта. Пока работы на этом участке не завершатся, автолюбители просят свой маршрут планировать заранее. Или по возможности выбирать другие пункты пропуска. В связи с тем, что мы реконструкцию проводим в достаточно вжатые сроки, для пользователей будет ряд ограничений. Будет производиться реверсивное движение по затрудненным участкам. Окончание строительства намечено на 15 ноября текущего года. Необходимость реконструкции дороги в районе пункта пропуска Бугристая, говорят специалисты, назрела еще лет 5 назад. Когда трассу завершат, улучшится комфортность, а главное увеличится пропускная способность на границе соседних государств. Артем Грапов, Сергей Трахтенберг, Челябинская область, Россия, Хабар 24. За первое полугодие Мангистаусская область привлекла инвестиции на 256 миллиардов тенге. Среди тех, кто вложил средства в производство, есть как отечественные, так и зарубежные инвесторы. Первые сейчас реализуют на территории области проекты по зеленой экономике. Зарубежных же инвесторов, это в основном бизнесмены из Индии, Франции, Англии, Германии и Испании, привлекают перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, технологии опреснения морской воды, транспорт и логистика. Уже в конце нынешнего года на территории Актау начнется реализация крупного проекта с участием иностранного капитала «Эко-города». Это микрорайон, который разместит жилые дома, айти-парк, социальные объекты при строительстве и эксплуатации. Здесь будут использованы экологические чистые материалы и технологии. Инвестируют в проект английские и китайские компании. Сейчас за счет зарубежных инвестиций ведется строительство сразу нескольких объектов. Это текстильная фабрика и опреснительный завод в поселке Курык. Реализация крупного проекта в нашем регионе, как строительство комплекса морского порта Курок, это дает заинтересованность крупных компаний строительства тех или иных заводов, проектов именно в нашем регионе с учетом логистики, с учетом его доставки в те или иные точки мира. И это удешевает стоимость продукта или производства и так далее. Жители новостройки в Усть-Каменогорске жалуются на плохое качество строительства. Их дом был сдан в эксплуатацию осенью прошлого года, и с тех пор новоселам регулярно приходится что-то латать. О том, с какими проблемами жителям многоэтажки досталось доступное жилье, расскажет Алья Сыздыкова. Анар Куантаева, жительница дома по улице Синберлина, говорит с тех пор, как она получила ключи от новой квартиры, не проходит без проблем ни дня. Всю зиму промучилась трубами горячей воды, канализационная система не выдерживает температур, лопается или прогибается. Вместо металлических труб на горячей воде стоит пластик для холодной воды. Вот он выгнулся как. Максимально выгибается, вот расчерчено у меня. То есть, чем больше расход воды идет, тем больше выгибается. Вот здесь постоянно потоп. Может в любое время произойти аварий, обгорим. У меня ребенок маленький, он может обгореть. Со стороны жителей было много жала по поводу качества строительства этого дома. Эксплуатируется он меньше года, а пол в подвале уже треснул и расходится. Оседает. Там вся вода скапливается. Разбираясь с внутренними проблемами дома, жители уже махнули рукой на то, что творится вокруг. После строителей остались эти торчащие с земли арматуры и ямы. Водоснабжение дома стало постоянной головной болью новоселов. Вода в многоэтажку подается через насосы. И когда они выходят из строя, приходится сидеть без воды. Я выхожу на работу в 7 утра и возвращаюсь в 18.30. Когда прихожу, в доме не бывает холодной воды. Когда ухожу, воды тоже нет. Тут есть много проблем. По данному жилому комплексу много проблем. Это качество строительства, предоставление коммунальных услуг. Ну и вопросы управляющие компании. Те жители, которые имели дефекты, были составлены дефектные ведомости. Подрядчики, которые строили дом, удивляются. Говорят, впервые слышат о таких проблемах. К жалобам жители прислушаться готовы. По каждому отдельному вопросу мы разбираемся, составляем дефектные акты. Проектный отдел, отдел ПТО у нас работает, отдел качества по этим вопросам. Но решать отдельные вопросы, это получится неправильно. Нужно подходить комплексно. То есть мы изучаем вопрос и затем, если какие-то проблемы действительно актуальны, мы их решаем по всем домам комплексно. Подрядчик пообещал разобраться с проблемами дома в течение недели-двух. А жители тем временем надеются, что их дом, сданный по госпрограмме «Доступное жилье-2020», наконец станет комфортным для жизни. Саули Лаик, Алия Сыздыкова, Эльмир Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Хабар-24. К этой минуте все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»